МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. С июля плата за электроэнергию на общедомовые нужды снизится в разы. Профильный департамент по поручению губернатора пересмотрел нормативы потребления электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах. Согласно разработанному документу, который утвержден администрацией округа, плата за электроэнергию на общедомовые нужды для жителей двухэтажных домов снизится почти в три раза, а для жителей многоэтажек – в два раза. С начала года жители двухэтажных домов платят за электричество в подъезде в среднем по 100 рублей с каждой квартиры ежемесячно, а жители многоэтажек – 160 рублей. После вступления в силу принятого постановления администрации округа ежемесячная оплата для жителей деревянных двухэтажек в среднем снизится до 30 рублей в месяц, для жителей домов с лифтом – до 80 рублей. Новые нормативы будут применяться с 1 июля текущего года. Это достаточно для того, чтобы… Ну, если это как раз учитывает фактическое потребление электрической энергии, в случае, если у управляющей компании будет возникать какая-то… То есть население будет уплачивать по нормативам, а уже управляющая компания будет рассчитываться с той же электростанцией по факту, по фактическим данным. В случае, если у управляющей компании будут возникать какие-то убытки, то в данном случае она должна провести какие-то мероприятия по энергосбережению. То есть использовать лампы, да, то есть более энергоэффективные, то есть там светодиодные или еще какие-то… То есть, соответственно, может быть, датчики движения ставят, да, в подъездах. То есть использовать какое-то более энергоэффективное оборудование, там в части насосов и что-то больше. Поэтому это будет стимулировать управляющую компанию, в данном случае экономить энергоресурсы. Нормативы потребления электрической энергии на общедомовые нужды в округе не пересматривали с 2012 года и в настоящее время составляют от 2 до 5 киловатт на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества. До 1 января данные нормативы фактически не применялись, ввиду того, что оплата за электроэнергию на общедомовые нужды осуществлялась по приборам учета. После изменений в федеральном законодательстве с 1 января 2017 года в связи с исключением данных расходов и состава оплаты за коммунальные услуги и переносом их в плату за содержание ремонт, оплата данных расходов стала осуществляться, исходя из установленных нормативов. Государственная дума в третьем чтении принято изменение в жилищный кодекс. В данном случае сейчас он должен быть направлен в Совет Федерации. На днях, так сказать, он вступит в силу. Там как раз в части общедомовых приборов учета указано, что теперь собственники после этого могут на собраниях сами определиться. Если они не хотят платить по нормативам, они могут провести собрание и определить, что они будут платить по факту, по показаниям приборов учета. Либо по среднемесячному потреблению с последующей корректировкой по факту. Таким образом, у собственников квартир появится возможность выбирать, каким образом будет начисляться плата за электроэнергию на общедомовые нужды. Александр Бабрякович, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Жители округа стали чаще обращаться в полицию. Так, за первое полугодие сотрудниками окружного ОМВД рассмотрено около 4 тысяч обращений. В то же время, за 6 месяцев текущего года на централизованный учет поставлено 366 преступных деяний. Общий уровень преступности снизился почти на 27%. Об этом сегодня на заседании коллегии ОМВД сообщил начальник окружной полиции Олег Яковлев. Положительная динамика сокращения на 21% достигнута по числу тяжких и особо тяжких преступных деяний. По уровню тяжкой преступности в расчете на численность населения среди регионов Северо-Западного федерального округа, наряду с Калининградской областью, мы имеем наименьшее значение, отметил начальник полиции Олег Яковлев. На 18,5% снизилось число преступлений средней тяжести, на 32,6% – небольшой тяжести. И на 1-м полугодии в результате проведенного комплекса оперативно-профилактических мероприятий пресечено 27 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 22 деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких составов. Почти в два раза больше изъято наркотических веществ из незаконного оборота. В феврале 2017 года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия на одном из нефтяных месторождений у жителей Республики Коми, изъятом Олег Иванов, размере 25 грамм. Пресечена преступная деятельность группы лиц, подсоединяющих на территорию оборота, скрыт дизайнерских наркотиков. В суд направлено 20 уголовных дел, связанных с наркотиками. К уголовной ответственности привлечено 19 лиц. Как отметил Олег Яковлев, особое внимание уделялось пресечению распространения наркотиков среди несовершеннолетних. С начала года пресечено три преступления, совершенных несовершеннолетними, которые были связаны с хранением и сбытом наркотических веществ. По итогам первого полугодия не удалось переломить ситуацию с уровнем совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статистическим данным, каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Большую часть составляет деяние против личности. Это причинение вреда, здоровью, угрозы убийствам, а также преступление против собственности. Это кражи, угоны. Как отметил начальник полиции, с начала года основной акцент в работе с подростками был сделан на предупреждении правонарушений. В результате осложнения оперативной обстановки не допущено. Общее число преступлений, совершенных несовершеннолетними, или с их участием сократилось на 21%. В 46 до 10 сократилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Иван Никонов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 14 населенных пунктов округа полностью обеспечены энергоресурсами на год вперед. По информации Севержелкомсервиса, доставка каждого из видов топлива по морю в полных объемах осуществлена в Несь, Чижу, Шойну, Кию, Индигу, Ваучейский и Бугрино. По реке годовой запас топлива доставлен в Харутух, Ривер, Тошвиску, Лабожское, Коткино, Пыли, Мициоксино. В целом, опережающий завоз энергоресурсов в отдаленное поселение округа, по словам руководства Севержелкомсервиса, идет по графику. По каждому из видов топлива предприятие доставило более половины плановых объемов. Так, на сегодняшний день доставка каменного угля выполнена на 62,5%, дров на 55,5%, дизельного топлива на 69%, технических масел и смазок на 65,8%, бензина на 54,4%. Накануне очередное судно с каменным углем подошло к селу Ома. Разгрузка дизельного топлива проходит в деревне Макарова. Из Архангельска вышли два судна с дровами и бочкотарой, с маслами и смазками для нужд села Нижняя Пеша. Согласно графику поставок, все топливо должно быть завезено в село округа до 30 сентября. На контроле органов власти НАУ из-за полярного района остается вопрос доставки энергоресурсов в Амдерму. Местное муниципальное предприятие все еще не объявило торги на поставку топлива. Причина тому – смена руководства на предприятие. Как следствие, необходимость оформления новой цифровой подписи для организации закупки через электронный портал. Оценку действиям главы муниципального образования по смене руководителя предприятия в период, когда необходимо совершать юридические действия по жизнеобеспечению поселка, даст окружная прокуратура. Работники ДРСУ начали ремонт дороги на Красное. По информации Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа, организация приступила к ремонту сразу после установки моста через реку Куя. Наринмар Доримстрой планирует провести реотработ по восстановлению дорожного полотна на разных участках трассы. Так запланирована замена 66 железобетонных плит на участки с 1 по 6 километры. Данная работа выполнена на сегодняшний день практически наполовину. Как пояснили работники ДРСУ, меняют в первую очередь разбитые плиты. Также в рамках содержания дороги на нескольких участках будут выполнены ямочный ремонт, восстановление обочин, а также укрепление щебеночного покрытия. На эти цели предприятиям заготовлено около 1000 кубов щебня. Оценить качество выполненных работ жители округа смогут уже в сентябре. Именно в такие сроки планируется выполнить работы. По информации централизованного стройзаказчика, подрядчикам завершены работы по восстановлению размытых паводковыми водами участков дороги в районе 10 и 35 километров. Помимо этого, организация регулярно выполняет текущие работы по содержанию дороги, установку дорожных знаков, уборку мусора, очистку водопропускных труб. Специальная комиссия обследует квартиры, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется наличию доступной среды для инвалидов в подъезде и на дворовых территориях. Агенты милосердия придут на помощь. Пятеро студентов из Ненецкого округа рассчитывают получить грант на реализацию своего социально значимого проекта. Он направлен на оказание помощи пожилым людям. В Наринмаре проходит масштабная ревизия квартир, в которых проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Муниципальной комиссии предстоит обследовать не только жилищные условия в помещении, но и наличие доступной среды для инвалидов в подъезде и на дворовых территориях. В проверке наряду с сотрудниками отдела муниципального контроля, управления строительства ЖКХ и градостроительной деятельности администрации города приняли участие представители Ненецкой окружной организации Всероссийского общества инвалидов. Как пояснили в городском управлении строительства ЖКХ и градостроительной деятельности, после каждой проверки составляется акт обследования жилого помещения человека с ограниченными возможностями здоровья и общего имущества в многоквартирном доме. Затем документ будет направлен в уполномоченный орган, который рассчитает экономическую целесообразность проведения реконструкции дома, чтобы условия жизни людей с инвалидностью соответствовали требованиям законодательства. Если провести реконструкцию невозможно, то возникнет необходимость предоставить инвалиду соответствующее жилье. Пятеро студентов из Ненецкого округа представят свой проект «Агенты милосердия» на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Проект направлен на решение проблемы обеспечения достойного качества жизни людей пожилого возраста, одиноких и с ограниченными возможностями здоровья, а также на формирование милосердия и включение жителей региона в социальные практики. Сегодня делегация студентов отправилась во Владимирскую область, где и будет проходить четвертая смена образовательного форума. Задолго до начала регистрации ребята собираются в аэропорту Наринмара, обсуждают предстоящую поездку и участие на молодежном форуме. Публично выступить перед другими активистами и доказать комиссии значимость своего проекта предстоит студентке четвертого курса СГК Елене Бармаченко. Буду обращать внимание на то, как мы реализуем проект, на актуализацию нашей проблемы, которая есть в округе, на бюджет запрашиваем, на сколько денег нам нужно. Ну, по этим делам вы запрашиваете гранты на 300 тысяч рублей. На что эти средства вы планируете? На патронажную службу, на организацию патронажной службы в округе, чтобы помогать пожилым, одиноким и людям с УГЗ. Но вот этих денег, наверное, не хватит, чтобы на длительное, то есть это на ее организации, на обучение молодых людей. А в дальнейшем как планируете, откуда привлекаются эти средства? В дальнейшем у нас есть партнеры, то есть с помощью партнеров мы будем развивать свой проект, будем показывать презентацию, ну, разным, например, органам власти или людям, как-то агитировать себя, продвигать свой проект и в дальнейшем надеемся, что у нас будут свои спонсоры. Вместе с Еленой над проектом работали еще четыре студента. Они же участники Арктической школы права, которая была организована в Наринмаре по полномоченным по правам человека в Ленинском округе Ларисой Свиридовой. Именно она стала идейным вдохновителем ребят. Мы петелом работали, работали долго, ну, может, потому что мы так, сначала как-то неохотно хотели собираться, потому что мы ничего не понимали. Первый раз писали проект, а потом все, по шесть часов сидели, это было интересно, это нас, как, затягивало, да? работали вообще. Ну, вообще, свои силы как оцениваешь? Ну, у нас хороший проект, очень, потому что такая проблема серьезная. Как бы вообще проект пишут не на свою выгоду, а для, ну, для общества. И вот наш проект именно направлен на общество. Так что, мне кажется, мы все победим, грант возьмем, и все будет хорошо. В рамках проекта «Агенты милосердия» предполагается обучение необходимым компетенциям 30 молодых людей, которые в дальнейшем смогут оказывать квалифицированную первичную медицинскую и социальную помощь нуждающимся. В первую очередь, это будут люди пожилого возраста, одинокие и с ограниченными возможностями здоровья. Нам библиотека центральной имени Пачкова выделили помещение для этого. А кто будет обучать? Будут приезжать, нанимать специальных специалистов из Архангельска, которые будут иметь нужные компетенции, профессии и будут приезжать сюда и обучать нас этому. Амбициозные студенты настроены только на победу и надеются, что участие в молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» станет для них началом нового пути, пути продвижения социально значимого проекта «Агенты милосердия». Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Российский паспорт за три дня. Акция по таким названиям проходит в эти дни в окружной столице. Как сообщают в отделе по вопросам миграции, получить главный документ гражданина Российской Федерации можно в кратчайшие сроки через единый портал госуслуг. Акция продлится до 1 августа текущего года. Вне действия акции данная госуслуга оказывается в течение 10 дней. Чтобы воспользоваться ею на льготных условиях, необходимо заполнить заявление на выдачу паспорта гражданина Российской Федерации через личный кабинет единого портала. Льготными являются не только сроки, но и размер госпошлины. С учетом 30% скидки плата составит не 300, а 210 рублей. Готовность паспорта можно отследить в личном кабинете на едином портале госуслуг. Предоставить оригиналы документов и получить в течение 10 минут готовый паспорт заявитель может в удобное для него время. Обменять паспорт граждане могут в случаях достижения возраста 20 или 45 лет, либо по причине изменения установочных данных, например, при смене фамилии. Обязательное условие, прежний паспорт должен быть выдан в Ненецком округе. Также заявителю необходимо иметь регистрацию на территории региона. Зарегистрировавшись один раз на едином портале государственных услуг, гражданин имеет возможность без потери времени и ожидания в очереди получить необходимые услуги как по вопросам миграции, так и предоставляемые отделом ГИБДД, учреждениями здравоохранения, ЖКУ, налоговой инспекции, отделом ЗАГСа, другими организациями и органами власти. Уличный театр пройдет по Наринмару. Жители региона выбрали главное культурное событие этой осени – фестиваль уличных театров. Он состоится в Наринмаре в первых числах сентября. Главным культурным событием этой осени станет фестиваль уличных театров. В окружной столице он пройдет 2 и 3 сентября. Именно за это мероприятие проголосовало большинство жителей региона. Онлайн-опрос проходил в интернете, а участие в нем приняли порядка тысячи человек. Добавлю, что фестиваль приурочен к празднованию Дня образования Ненецкого округа и Дня нефтяной и газовой промышленности. Как сообщают организаторы мероприятия, на два дня окружная столица превратится в театр под открытым небом, где сценой и декорациями станут улицы и площади города, а жители Наринмара одновременно участниками и зрителями спектаклей. Театрализованное шоу представят творческие коллективы из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. В течение первого дня фестиваля на главной площади города Организаторы праздника обещают показать разнообразие жанров уличных представлений, музыкальной импровизации, уличная клоунады, современная хореография, театр огня и другие. Во второй день состоится шествие всех театров по улицам Наринмара. Фестиваль уличных театров будет организован Дворцом культуры Арктика при содействии Ассоциации фестивалей уличных театров. Мероприятие будет профинансировано компанией «Лукойл» в рамках социально-экономического сотрудничества с администрацией округа. Добавлю, что в рамках празднования Дня образования Ненецкого округа и Дня работников нефтяной и газовой промышленности в первой декаде сентября предполагается проведение целого цикла просветительских, культурно-массовых, краеведческих, спортивных и волонтерских мероприятий. Организованы они будут также при поддержке нефтяников. Такова информационная картина к этому часу. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова